В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! 2-0 в пользу жителей. Нечасто суровая действительность нас балует хэппи-эндами и потому не откажусь себе в удовольствии эту передачу посвятить двум историям, которые начинали со скандала, завершаются победой совести и справедливости над длинным рублем. Не все в нашей жизни продается и покупается. И то, что в Кировском районе Самара под завершающий аккорд ноября удалось отстоять сразу две зеленые зоны, лучшее тому подтверждение. В понедельник к скверу на пресечении Старой Загоры Димитрово подъехала спецтехника. Но чтобы ломать, а не строить, двухметровый забор, ставший символом противостояния местных жителей и коммерсантов, демонтировали в считанные часы. Война районного масштаба началась здесь две недели назад и затеяли ее, как это обычно бывает, без предупреждения. Владельцы сети магазинов «Магнит» задумали скверное дело построить там, где растут вековые дубы и золотится куполами церковь очередной торговый центр. В субботний день, когда жители по привычке здесь мирно гуляли, коммерсанты развернули бурную деятельность, нагнали спецтехнику, сколотили внушительный забор, показывая, что обосновали здесь всерьез и надолго. И наняли крепких парней, которые ретиво охраняли захваченную землю. Местные жители, а здесь они, скажу я вам, очень активны и неравнодушны, не только на Бога надеялись, но и сами не плашали. Почти круглосуточно патрулировали захваченный сквер, чтобы ни одна ветка свекового дуба не упала. Войну мы не вырубили в войну. Здесь были бараки стояли, и вот не хватало дров. И здесь вот в те времена сказали им, было давно распоряжение, что не вырубать эти дубы, пускай они сохраняются, пускай они живут. Для потомков, да. А сейчас без какой-либо войны, пожалуйста, это все возможно. Мы обычно говорим, кошмарит бизнес, а вот на данный момент кошмарит народ. Кошмарить народ не дали. Блицкрик у магнитовцев провалился. В ситуацию мешались городские власти и личный мэр. Дмитрий Азаров активизовал ситуацию, как цитата, «самозахват земли и наглую выходку». И заявил, что сквер не дадут уничтожить. По сути, к тем же выводам пришла и прокурорская проверка. Как выяснилось, бизнес давно потерял права на землю. Еще в 2010 году, аккуратно кануне мэрских выборов, фирма «Орлана» получила участок для строительства гипермаркета. Затем эта контора передала права на аренду «Зао Тандер». Ему-то и принадлежит магнит. Полтора года назад продуктовая лавка предприняла первый крестовый поход против сквера. Тоже установила здесь забор, правда, тогда деревянный, но вынуждена была отступить. Рассерженные горожане тогда его разобрали. Магнит затаился. И даже перестал платить арендную плату областного минстроя, накопив долг в 9 миллионов. И в конце августа ведомство расторгло с коммерсантами договор. Те подали в арбитраж, ну и, не дожидаясь решения суда, решили застолбить территорию. Не тут-то было. Минувшую субботу у ненавистного забора собрались полторы сотни решительно настроенных жителей. Мы против строительства. Вон, где пятерку у нас построили. Из окна не выдвинешь. Что это такое? Мусор. Невозможно. Это нам не нужно совершенно. Мы уже два года тому назад здесь боролись. Убрали. Нет, смотрим, за субботу, буквально за один, за вечер. Такое сооружение. Это же безобразие. Да вы знаете, эти магниты уже вообще, кругом у нас здесь магниты. Они нам не нужны. А родителям с детьми действительно гулять негде. У нас же вот у этих домов, вы посмотрите, даже нет свободной площадки. Все занято. Ну, нужно забыться о природе. О не своем животе. Ну, что протест, протестовать. А что, меня не значит брать-то. Топоры ломы, ломать все кряду. Представители власти и члены инициативной группы по защите Дубраву успокаивали. Забор обязательно снесут. Но с соблюдением законной процедуры нужно только подождать. Одно незаконное действие не должно рождать, другое незаконное действие. Ну, нет смысла на самом деле делать народный бунт. Тогда ситуация была намного хуже, чем сейчас. Намного хуже. Тогда могли просто-напросто спилить эти деревья, никого не спросив. Тогда Тандер, или кто там, они уже платили аренду, Орлан, они уже платили аренду по 350 тысяч в месяц. Сейчас уже власть на нашей стороне. Уникальное место. Во-первых, во вторых, торговый центр в 50 метрах. В 50 метрах. Один магнит. Еще 50 метров? Еще один магнит. Куда еще шлем? Все об этом знают. И все сделают для того, чтобы не было здесь торгового центра. Вот этот забор установлен незаконно. Почему не убирается? Незаконно. Он уберется. Почему сейчас не уберется? Он уберется. Он уберется. Будет принято решение прокуратуры и судебными органами. Я думаю, что два дня. А есть другое мнение альтернативное, что пока стоит этот забор, за ним могут в любой момент спилить деревья. Представители районной администрации приходят сюда в 10 и в 4 часа каждый день. И проверяют, не изменилось ли что, не начинались ли работы. Потому что они не имеют права вести никаких здесь работ. У них нету даже сейчас на данный фанг договора аренды. По сути дела, это спорный вопрос на эту землю. Уж не то, что здесь вести какие-либо работы. Сама администрация Кировского района, глава заверила меня в этом, что приедет, привезет тракторами, они все это уберут, сломают и увезут. Глава администрации Кировского района Владимир Сафронов слово сдержал. После того, как у силовиков не осталось сомнений, что забор установлен нелегально, коммерсантам отправили письмо с требованием убрать за собой. Но магнитовцы послание проигнорировали. На сегодняшний день на контакт не вышел никто. Руководителю ЗАО Тандера было официально направлено уведомление о демонтаже незаконных объектов. Было рекомендовано в кратчайшие сроки принять меры по демонтажу данных несанкционированных объектов. На сегодняшний день объекты не демонтированы. В связи с этим администрацией Кировского района, департаментом потребительского рынка, отделом полиции было принято решение по демонтажу незаконно установленных объектов. При этом районные власти пообещали, что все расходы по демонтажу будут покрыты из кошелька предпринимателей, а не налогоплательщиков. Под занавес, когда от большей части забора остались только неприятные воспоминания, прибыл наконец и представитель оскандалившейся фирмы. С журналистами общаться отказался, извиняться перед горожанами тем более и попытался пойти ва-банк, подав заявление в полицию. Заместитель начальника отдела. Отдел политики номер один. Все записали? Все записали? Не записали? Еще раз прочитайте, напишите. Будем говорить дальше. Уже. Я говорю, вы представитель, кто там? Вы представитель вот этой организации фандер? Да, я представитель. Вот сейчас поедем со мной. На каком основании вообще вы здесь забор установили? Это административное правонарушение, это минимум так. А по... Можете заявление? О, конечно, мы сейчас поедем, мы у вас заявление примем. А здесь по месте, можете обвинять? Мы сейчас поедем. Здесь, на месте противоправные действия. На этом в истории с самозахватом сквера можно поставить, нет, не точку, а пока жирную запятую. В начале декабря состоится заседание в Рабитраже, где предприниматели еще попытаются вернуть землю. И надеясь, что суд проявит гуманность к дубам, а не к попыткам вандализма. А коммерсантам еще предстоит отвечать на вопросы следователя. По факту самоуправства заведено уголовное дело. Кстати, наказание по этой статье предусматривает как штрафы, чем вряд ли толстосумов напугаешь, так и исправительные работы. А что, неплохо было бы, если бы магнитовцев заставили посадить десяток деревьев там, где они чуть ли не пустили под пилу вековые дубы. Чтоб другим неповадно было. Но еще одна история со счастливым концом, о которой я обещала рассказать в начале передачи. В этом ноябре горожанам удалось одержать и еще одну убедительную победу. Сохранить зеленую зону на проспекте Кирова. Спор между жителями и застройщиками начался еще в середине 2000-х. И этой осенью вышел на финишную прямую. Если вот так вот будет стоять дом, то работать техника где-то должна. То есть вот эта вот горка, вот это все, это все будет сломано, это все будет снесено. Мы решили так, что когда они начнут что-то копать, они будут днем копать, и мы ночью закапывать будем. Эти кадры я сняла в начале сентября, когда стало известно, что в арбитражном споре, который длился почти год, вот-вот поставить точку. На кону было по сути будущее проспекта Кирова. Чему здесь быть? Бульвару, газонам или грандиозной стройке? Компания «Искдом» хотела возвести три 16-ти этажки. Жители не раз собирали подписи, протестовали, но услышали лишь только после того, как в городе сменилась власть и сам подход к застройке. Дорогу к кирпичным монстрам перекрыли публичное слушание. В прошлом году этой земле Дума присвоила статус рекреционной зоны, то есть зоны парков и бульваров, где нельзя ничего возводить. Строители, на одежде на реванш, обратились в арбитраж и к несказанной радости жителей вновь проиграли. Мы все очень довольны, что у нас так закончилось. Ну еще бы столько мы времени писали везде. Здесь бы, наверное, до митингов дел дашь, я так понимаю, потому что равнодушными бы не осталось. Коммуникации уже, я считаю, что уже изношены, старые. А в результате этого, если бы начали многоэтажку, естественно, эти дома точно-то рухнули бы. Они у нас уже сладенькие. Они, может быть, рухнули, трещины какие-нибудь пошли бы. А сюда такие движища вложены, это же все-таки из федерального бюджета. Мы этого очень хотели, и мы как бы телепортировали это вот шоу. Вот это должно случиться, это должно случиться. Мы обязательно, как говорится, победим. Все равно, как говорится, победа будет за нами. И спасибо, как говорится, большое спасибо и Думе, и главе муниципального образования за их выступление в суде, за помощь, которую они оказали. И Департамент строительства архитектуры тоже, как говорится, внес свою лепту. Мы порные отстояли. Спасибо. Люди все-таки оказались на высоте. Спасибо вам. А нам-то за что спасибо? А то, что вы облегчали нашу проблему. Потому что я хочу сказать, что не каждый телевидение приезжает по таким вопросам. Это великое дело. Конечно. Это великое дело, потому что, по крайней мере, это выходит на большой круг людей. И если это раньше только мы тут общались, и все это знали, об этом узнали уже и весь город. А сторонников против точечной застройки в городе очень много. Теоретически у строительной конторы есть еще право спорить от решения, пока не ясно, воспользуется ли она им или нет. Мизосмены не словоохотливы, и жители мало что объясняют, и журналистов игнорируют. Запрос, который отправил еще в начале сентября, так и остался без ответа. Впрочем, жители убеждены, что даже если юридический спор и продолжится, психологическая победа уже на их стороне. Я думаю, что шансов выиграть, как говорится, апелляционной инстанции у них нет никаких. Потому что по аналогичному вопросу есть решение высшего арбитражного суда, а уж у высших крышек, как говорится, все равно не прыгнет. Единственное, что теперь здесь напоминает о миновавшую угрозе, это вот этот строительный забор, превратившийся за последний год в своеобразный арт-объект. Но и его районные власти пообещали вскоре демонтировать. Местные жители тем временем продолжают облагораживать отвоеванную землю. Здесь появилась еще одна детская площадка. Рассветка, конечно, веселенькая. Пока, слава богу, все работает. А это на деньги-то служило все? Нет, это великое. Это спасибо городу. Люди очень довольны. И мечтает о восстановлении сквера, который уничтожили легким розчерком пера 10 лет назад. Здесь у нас были вымощены плиточки, пешеходные дорожки. Здесь стояли лавочки. Вот это вот все, что осталось у нас от фонтана. И здесь лежали 10 лет бетонные плиты. Они, конечно, за 10 лет разрушились. Тут были и бомжи жили, и собаки жили. Ну все, и наркоманы у нас тут присутствовали. Все это разбито, все это разрушено. Но дело в том, что я просто хочу сказать, нам очень хотелось бы, чтобы вот это было все восстановлено. 10 лет назад землю эту отдали под строительство офисного центра. К счастью, у бизнеса что-то не заладилось. И участок пустовал, пока на общественных слушаниях этой территории не присвоили статус зоны скверов и бульваров. Сейчас эта земля находится официально в аренде, но строить на ней ничего нельзя. А значит, есть шанс, что предпринимателям надоест платить за то, что не приносит прибыли, и у городских властей появится возможность навести здесь порядок. Ну а то, что строить без документов больше никому не дадут, показал пример магнитовцев, которых поставили на место. Буду надеяться, что он был для всех убедителен. На сегодня это все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова